Он не был членом партии, но в одном из интервью вы говорили, что вот есть такой замечательный Даниил Константинов, там Лига обороны Москвы, и я его обязательно подаву в свою новую партию. И, собственно, я с ним вчера побеседовал, у него к вам очень много очень серьезных претензий. Вот, и, собственно, он составил некий их список, который я сейчас, давайте, зачитаю, вы его, я надеюсь, прокомментируете. В двух словах о том, кто такой Константинов, это, собственно, русский националист, который в 2011-2012 году возглавил такую организацию под названием Лига обороны Москвы. Она была маленькая, но очень такая бойкая, он там проводил все всяческие марши, выступления и прочее. И в какой-то момент его пытались подтянуть на сотрудничество с органами, он, как считается, отказался. И после этого на него было довольно криво сфабриковано уголовное дело, его обвиняли в убийстве, хотя в тот момент он находился на дне рождения у своей матери, чему там есть куча свидетелей, но, значит, его три года и семь месяцев держали в СИЗО по обвинению в том, что он якобы был в другом месте и убил там некого человека, после чего была очень такая значительная общественная компания, и его в итоге осудили за хулиганство и выпустили по амнистии. То есть это, конечно, была победа гражданского общества. Ну вот, собственно, что он пишет. Я общался и сотрудничал с Валерием Соловьем довольно плотно в 2011-2012 годах. Тогда как раз шла сильная волна протестов. Сначала русские националисты устроили довольно шумную компанию «Хватит кормить Кавказ», в которой я лично принимал участие. Потом был русский марш, который стал самым массовым за все время его проведения. Потом начались общегражданские протесты против фальсификации выборов. Во всех этих событиях мы принимали участие вместе с Валерием Соловьем, поэтому я успел изучить его довольно неплохо. У меня сложилось впечатление, что Валерий Соловей, провокатор, агент спецслужб и работает на администрацию президента. Это указывало несколько фактов. Во-первых, он сам никогда не скрывал своих контактов со спецслужбами и даже по-своему бравировал ими, рассказывая нам о своих встречах и беседах с представителями ФСБ и МВД. Однажды даже был курьезный случай, когда мы вместе шли на первую акцию протеста за честные выборы, которая была 5 декабря 2011 года. Соловей вдруг остановился и показал нам СМС на своем телефоне, якобы посланном его знакомым из ФСБ. В СМС говорилось о том, что на Лубянке все в панике и даже уже вывозят архивы на вертолетах. Это выглядело очень забавно, как будто бы сотрудники ФСБ будут раздавать такую информацию по СМС направо и налево. Во-вторых, Соловей постоянно подталкивал нас к радикализации уличных действий. Чему именно он призывал, я сейчас говорить не буду. В свое время я расскажу об этом. Но призывы к радикальным действиям звучали постоянно. При этом сам профессор, как мы его называли, всегда оставался на заднем плане, предпочитая выдвигать вместо себя молодых, горячих людей. Вроде меня и еще нескольких его соратников. Самое интересное заключается в том, что по итогам тех событий, несмотря на все его призывы, с ним ничего не случилось. Он жив на свободе, продолжает успешно работать в МГИМО, и с ним ничего не происходит. В отличие от того же Навального, у Соловья нет ни единого административного взыскания. Вот я, например, по итогам своего участия в протестах, оказался в тюрьме по сфабрикованному делу, где провел три года и семь месяцев. В-третьих, Валерий Соловей с какого-то момента начал выполнять явно спойлерские функции. Им была создана партия «Новая сила». Довольно националистического толка, которая занималась откровенным спойлерством по отношению к русскому национальному движению. Типичный пример – это попытка провести новой силой спойлерский русский марш, чтобы оттянуть какую-то часть актива с основного русского марша. Эта спойлерская акция окончилась бесславно. На нее пришло 10 человек платных работников Соловья. Полный провал. Также бесславно закончилась свое существование и партия Соловья «Новая сила», которая, поюзав некоторое время примкнувшую к ней молодежь, тихо самораспустилась, растворилась без следа. Несмотря на все это, Соловей живет и здравствует. Из русского националиста, призывавшего к радикальным действиям и предсказывавшего национальную русскую революцию, он превратился в политического аналитика и бесплатного распространителя фейковых кремлевских новостей, которые, как я подозреваю, пекутся как пирожки все в том же месте, на Старой площади. При этом, повторяю, несмотря на всю его крайне оппозиционную риторику и участие в организации протестов 2011-2012 годов, с ним ничего плохого не произошло. Его никто не посадил, не уволил. Он по-прежнему успешно работает в одном из главных государственных вузов страны, в МГИМО. Судите сами. Имеющий глаза – да увидит, имеющий уши – да услышит. Все вышесказанное – это мое личное оценочное мнение, но я готов подтвердить его лично в любом формате. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!